В Казанском университете состоялась премьера спектакля «Кавказский пленник». Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Корее. Всем привет! В эфире Универа Ньюс, а в студии Алина Красильникова. В рамках международного форума «Казан Саммит» состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Казанским университетом и организацией по пугалтерскому учету и аудиту исламских финансовых институтов. Более подробно о форуме смотрите в одном из следующих выпусков новостей. В Казанском федеральном университете прошел третий очный этап конкурса на лучшую научную работу среди студентов. Подробнее смотрите в сюжете нашего корреспондента. В Институте управления экономики и финансов Казанского университета прошел третий очный этап конкурса «Презентация научных работ студентов». Он проводился по двум направлениям – естественные и инженерно-технические, и социо-гуманитарные работы. Мы всегда с нетерпением ждем этого конкурса, работы. Многие годы в составе комиссии, в составе жюри мы видим, что уровень исследований, уровень подготовки, уровень тех докладов, которые представляются нам, с года в год растет, и это очень отрадно. Конкурс проходит в три этапа. Первый – отбор в структурных подразделениях. Второй – экспертиза работ конкурсных комиссий. И третий этап – презентация научных исследований студентов. В этом году на второй этап было подано 139 работ от всех структурных подразделений. На третий этап дошли 28 работ по социо-гуманитарному, по естественному научному блоку 17 работ и 6 работ по инженерно-техническому направлению. Студентка второго курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Анна Портных уже не первый год участвует в конкурсе. В этом году она выступила с проектом «Жанровое разнообразие и специфика функционирования современных студенческих проектов в Казанском федеральном университете». «На самом деле это очень интересно, потому что все с разными научными работами, здесь все с разных направлений. Очень интересно посмотреть на студентов других вузов и других направлений. Надеюсь, что свою работу я представлю достойно. И у нас у всех все получится». «Мы с моим научным руководителем на протяжении нескольких месяцев собирали данные, анализировали их, сделали таблицы и изучали очень много информации, неизвестной мне до того момента, как мы начали. И, соответственно, потом просто собрали все это в большой интересный проект и решили выступить на конкурсе». Участие в конкурсе могли принять все студенты Казанского федерального университета. Победителей наградят различными призами и денежным вознаграждением. Итоги конкурса будут оглашены 20 мая. Адалина Абдрахманова, Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюз. В Институте филологии межкультурной коммуникации состоялась премьера спектакля «Кавказский пленник». О том, как это было, узнаете в следующем сюжете. В Институте филологии межкультурной коммуникации состоялась премьера спектакля «Кавказский пленник». Постановка была представлена студенческим театром. В качестве гостей на мероприятии присутствовали организаторы Международного театрального фестиваля, в число которых вошла руководитель проекта Екатерина Толстая. «Наконец-то появился проект, который я хотела бы делать именно с Казанью. И это посвящен театральному фестивалю Толстой, который будет совмещать с собой именно молодого Толстого, детства. И как можно представить себе Толстого, особенно молодого Толстого, без его времени в университете в Казани и вообще в Торстане». Театр «Мизгель» был основан в сентябре 1996-го на базе факультета филологии. За долгие годы своего существования театр обрел популярность и признание. Особенность постановки «Кавказский пленник» – наличие татарских реплик. Их режиссер-постановщик прописывал специально для сценария спектакля. «Он пленник Кавказа. Он пленник не этих крымских татар, а он пленник этих гор. Он не может уйти в конце. Он же в начале, по произведению, он хочет поехать домой к матери, к служению Жилин. Он выходит в путь, его захватывают татары, он требует выкуп. То есть это все есть, это все актуально и по сей день, к сожалению, но это все остается. Но, конечно же, линия любви. Любви служащего и маленькую девочку Дины. 14-летняя девочка, которая влюбилась в этого парня и освободила его. То есть, как и Ромео Джулетта, без любви никуда. По словам актеров, участие в таком масштабном фестивале – отличная возможность открыть себя с новой стороны. В этот раз в актерский состав театра вошел единственный русскоговорящий участник коллектива. В постановке он сыграл роль Костылина. Я единственный, кто не знает татарски в татарском коллективе. И попал я туда абсолютно случайно. Но единственная из сложностей то, что и правда, быть может, иногда я что-то не понимаю. Но, несмотря на это, я считаю, что я довольно-таки хорошо справляюсь с заданиями, которые мне дают. И, в принципе, с коллективом я более-менее хорошо лажу. Фестиваль, в котором в ближайшее время Мизгель примет участие, состоится в конце июня. Формат проведения – театр под открытым небом. Традиционное событие состоится в музее-усадьбе Ясная Поляна в Тульской области. Сабина Гасанова, Маргарита Михайлова, Никита Акиншин. Универ Ньюс. Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Корее. Как сообщается, число заболевших достигло уже полтора миллиона человек. Как в стране допустили новую волну эпидемии, подробнее у Амира Сабирова. Северная Корея находится на грани катастрофы из-за вспышки COVID-19, считают эксперты на Западе. Согласно сообщениям, число заболевших составляет почти полтора миллиона человек. В то время как КНДР борется с тем, что в Пхенчхане называют лихорадкой. В течение больше, чем двух лет Северная Корея успешно противостояла коронавирусной инфекции за счет противогвинических кордонов. Сейчас суперзаразный новый вариант, вот этот омикрон, какой-то из его подвариантов проник. Эксперты заявили, что Северная Корея окажется на грани катастрофы в связи с COVID-19, если не будут приняты срочные меры для обеспечения населения вакцинами и лекарственными препаратами. Это связано как раз с тем, в том числе, что вакцинация в Северной Корее, она не была особо распространена. Коллективный университет нужно поддерживать, и многие люди привились один раз, кто-то ревакцинировался, но сейчас уже прошли все сроки для второй ревакцинации, и я так увижу, ощущаю, что этим уже никто особо не занимается. Чтобы избежать заболеваний, необходимо прививаться и не забывать о индивидуальных средствах защиты, соблюдать дистанцию и быть бдительными. Амир Сабиров, Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюз. Научно-клинический центр Казанского федерального университета – это современная клиника здоровья и долголетия с модернизированной инфраструктурой полного цикла. Подробнее в сюжете. Синергия науки и медицины открывает новые горизонты для здоровья в клинике научно-клинического центра Казанского федерального университета. Используя новейшие разработки и современные методики, команда обеспечивает лучшее качество ранней диагностики, высокотехнологичной хирургии и терапии, а также комплексной реабилитации. Уникальность научно-клинического центра состоит не только в самом современном оборудовании. Здесь встречается наука с клинической медициной. К услугам пациента развернута не только ультрасовременная техника, но и весь научный потенциал университета. Научно-клинический центр стоит на острее науки. В нем выполняются самые передовые операции и решаются самые сложные проблемы. Недавно у нас наблюдалась пациентка, достаточно молодая женщина, всего 49 лет. Она к нам поступила с жалобами на выраженные отеки нижних конечностей ягодиц, живота, поясницы. При этом на нижних конечностях образовались язвы, из которых постоянно истекала жидкость. При минимальной физической нагрузке она испытывала выраженную одышку. Она не могла ходить. Также она не могла находиться в положении лежа. Попытки ходить либо лежать вызывали помимо одышки кашель с коричневой мокротой. То есть в мокроте присутствовала при этом кровь. Поэтому пациентка была вынуждена спать сидя. На 28 день нашего лечения она уже свободно перемещалась в пределах нашего здания. Она ходила на лечебную физкультуру, занималась на тренажерах. Она абсолютно спокойно спала в положении лежа. Более того, она даже могла спать лежа на животе и даже не замечала этого периодически. Сегодня научно-клинический центр Казанского университета – это современная клиника здоровья и долголетия, которая готова помочь пациентам справиться с заболеваниями разной сложности не только из Республики Татарстан, но и из любых точек нашей страны. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Подведены итоги конкурса научных работ студентов, который проводила Лига студентов Республики Татарстан при поддержке Минмолодежи и регионального общественного движения молодых ученых и специалистов Татарстана. От Казанского федерального университета на конкурс было подано 92 заявки. На очном этапе своей работы представили 38 студентов. По итогам 9 обучающихся КФУ заняли призовые места в различных номинациях. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин